За время обучения в автошколе вами приобретаются первоначальные навыки вождения. Этого вполне достаточно, чтобы сдать экзамен в ГИБДД. Но этого слишком мало для уверенного управления автомобилем в реальных условиях дорожного движения. Знакомая всем картина. Тот, кто ехал впереди, затормозил. Тот, кто ехал сзади, не успел среагировать. В 99,9% случаев виноват тот, кто ехал сзади. И обвинение будет стандартным — несоблюдение безопасной дистанции. Экспериментально установлено, что время реакции у разных людей разное, и оно может изменяться в пределах от 0,4 до 1,6 секунды. Большую осторожность нужно проявлять в ночное время. Дело в том, что плохая освещённость имеет свойство искривлять расстояние. Из-за этого бывает сложно рассчитать безопасную дистанцию. К тому же всегда есть риск ослепления фарами. Экстренное торможение. Это резкое, аварийное торможение, применяемое для максимального замедления автомобиля. При этом, возможно, блокировка колёс. Если педаль тормоза ударом ноги вогнать в пол, то можно мгновенно заблокировать все четыре колеса. То есть, все четыре колеса перестанут вращаться. На большинстве современных автомобилей установлена антиблокировочная система колёс. Это сложная электронно-механическая система, предотвращающая блокировку юз колёс транспортного средства при торможении. Смотрите полный урок в нашем мобильном приложении.